Сегодня придется вести репортаж с Катериной, потому что она очень хочет помогать маме, да? И ни в какую не соглашается поспать днем уже третий день. Да, здесь только всего интересного, да? Мама хочет что-то без Катеньки сделать, не получится у мамы. Ну, будем вместе с Катей рассказывать. Что такое? Мыло там, да. Пахнет. Ммм, как пахнет. А что еще там? Посмотри, Катю, что там еще? Видишь, что тут еще? Давай, смотри. Там там, да, паприки. Что там? Там паприки, так, да? Папочки, да. Здравствуйте, меня зовут Алина, я руководитель интернет-проекта «Уши из Таиланда». И сегодня будем рассказывать, что мы будем дарить этим 8 марта. В конце прошлого года, когда я путешествовала с Катюшкой по северу Таиланда, я увидела интересные вещи. Когда я увидел этот стенд, я поняла, что это то, что я хочу дарить нашим женщинам 8 марта. А именно это уникальное украшение из живых цветов орхидей и из крыльев бабочек, покрытых эмалью. Не переживайте, при производстве этих крылышек ни одна живая бабочка не пострадала. Это все с выставки бабочек, с сада туристического места. Это когда эти бабочки естественным путем умирают, их просто собирают и крылышки обрабатывают, покрывают эмалью, превращают в вот такое замечательное украшение. 7, 8 и 9 марта мы будем дарить эти сережки тем, кто оформит заказ на нашем сайте. На выбор вы можете, да, 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 еще вот такие вот сережечки, я от них позже расскажу. Вы можете выбрать, если вы все-таки, вам не понравились крылья бабочек, у нас их много видов, я специально выбрала разные цвета, разные формы, он идет мне особенно нравится, очень интересный. Но все-таки есть люди, которые говорят, фу-фу-фу, как это так носить на себе кусочки трупа, не буду, мне не нравится. Вот, то вы можете вместо этого выбрать себе кулон из живой орхидеи. Это у нас на позже, на ушнорочке. Ой, Катя, аккуратно. Вот он, вот на таком ушнорочке, вот так вот выглядит, можно вот подтягивать, регулировать длину. Единственное, они очень хрупкие. Я продумала для специальной упаковки, чтобы они все дошли целыми и невредимыми. Но тоже, когда они будут у вас, постарайтесь их не ронять, иначе это будет очень печально. У меня вот, посмотрите, вы, Катчики, видите, часть орхидеи, это у нас была брошка из орхидеи. Катчика ее несколько раз уронила, да, и сломала орхидейку, да? Катя сломала орхидейку? Мамину. Мамину орхидейку Катя сломала. Да, вот, но если быть достаточно аккуратным, не ронять ее, не бросать, то она довольно долго держится, хорошо выглядит. Вот я сейчас оденусь и покажу, как она смотрится. Опа, так одевается, так, подтягивается. Вот, так, у нас упала сережка от бабочки, к счастью, она не разбилась. Они тоже хрупкие, они тоже бьются. Вот такая вот красота. Можно сделать подшейку, можно сделать длинную, можно накрутить на руку. А Катине? А Катине? Сейчас. Тоже хочешь? Тоже хочешь? Вот, такая вот красота. Такое очень летнее, яркое, интересное украшение. А я Катя хочу. И Катя хочет, давай, и Катя. Катя хочет. Я заказала три цвета. Вот, будет ярко-розовая, вот такая вот красивая. Будет на выбор бордовая или темно-синяя. Суай, это по-тайски значит красиво. У нас ребенок говорит по-тайски. А эту не сломала еще, да. Вот такая вот синенькая орхидейка. Вот, а вас ожидает еще один приятный сюрприз. Вы можете выбрать себе сережки из настоящих орхидей. Опа. Вот так они выглядят. Обратите внимание, одна сережка у меня сейчас в ухе. Специально ее одела, чтобы было видно, как они выглядят. Вот такие маленькие, гвоздиками. Если сережки из бабочек, они идут крючками. Производитель обещал, что застежки серебряные. Ну, здесь же произойти не могу, но на самом деле похоже на серебро. Вот. Тоже я специально заказала несколько цветов. Оранжевая чуть покрупнее. Маленькая бордовая. Оранжевая маленькая. И маленькие розовые. И голубые. Так видите, у нас большой выбор орхидей. Разные размеры, разные цвета. И я думаю, каждая из вас сможет выбрать для себя тот цвет, который подходит к вашему розыгрыждеробу, цвету волос и гармонирует с вашим имиджем. Вот такой вот милый весенний-летний подарок. Но, кроме этого, я еще буду дарить парфюмированные креми, которые многим уже понравились. И также 8 марта я ввела новинки, которые тоже могут понравиться многим женщинам. Мне, например, очень нравится. Вот для тех, кто любит запах сакуры, мы запустили в продажу крем с ароматом цветов японской вишни. Я на самом деле просто фанатею этого запаха. Катя, понюхай, как пахнет. Пахнет. Да, о, как пахнет, да? Он вкусно. Вкусно пахнет, да? Вкусно пахнет креме. Я всегда любила этот запах и искала его в разных вариациях. Но, честно говоря, обычно эфирные масла, которые написано, что это сакура, они как-то пахнут совсем нестатами, чем-то странным. А вот этот крем для рук, он пахнет именно той самой сакурой. Цветами сакуры, за которые я охотилась. В прошлом году, 8 марта, я добавила ассортимент, тоже романтический крем. Правда, запах там розы и сладкого миндаля. И, как написала наша клиентка, что запах слишком сильный для рук, поэтому она использует его как парфюмерный крем. Наносит немножко на запястье, на локте и на зону пульсации. И целый день она ощущает запах нежных цветов. То есть это можно использовать так же, как парфюмерный крем. Причем он довольно стойкий. На, на. Ой. Вот, Катюшке тоже запах понравился, да? Вот. И еще один крем, уже многие, кто участвовал в нашей акции, получили в подарок парфюмерный крем «Белый муск». Также от этой компании есть крем для рук с таким же запахом. Он такой же мягкий, содержит масло шеи, зародышей пшеницы, другие натуральные масла. Ну, конечно, здесь есть и химический составляющий этого крема, он не полностью натуральный. Но, тем не менее, это не умаляет его достоинств. Он хорошо впитывается, увлажняет и питает кожуру. Сайзер. Да. Еще один подарок, это насчет парфюм, цветы мы уже говорили. Следующий это фрукты. Это из раздела сладостей, которые обычно дарят женщинам 8 марта. Кстати, выбора подарков будут участвовать сухофрукты. Но, кроме этого, у нас есть в ассортименте новинки, которые содержат экстракты фруктов. Катя, понюхай, чем пахнет? О, какая кремик! Фруктики от кремики. Да, фруктики в кремике. Вот. Это скраб, скраб-щербет от мистин с экстрактом пасифоры. Но, кроме этого, здесь очень интересные компоненты, такие как экстракт сахарного клёна, экстракт сахарного тростника. И очень многие тоже интересные такие ингредиенты, которые ухаживают за кожей. И я попробовала принять душ с этим скрабом. И, на самом деле, ощущения от этого скраба, они просто непередаваемые. А ещё, опять-таки, с севера Таиланда я привезла очень интересное мыло. Это натуральное мыло с фруктовыми экстрактами, которое реально пахнет фруктами. Вот серьёзно, меня давно спрашивают, просят, добавили в ассортимент фруктовое мыло. Но, честно говоря, в Паттайе, когда я прохожу, и мне начинает просто сильно тошнит этот запах, я понимаю, ага, вот здесь рядом магазин, который продаёт мыло. Здесь завалено просто рынки химическим мылом в виде манго, в виде там всяких бананов, дурианов и прочих фруктов, которые, ну, блин, я даже нюхать их не могу. Я пробовала, их даже не стало для кожи, я поспочитала состав, но там столько химии. А там натурального там, ну, нет ничего. И так меня всё-таки регулярно просят, я думала, может, всё-таки есть это мыло натуральное. А вот в Чанграе я нашла мыло, которое соответствует моим требованиям. Оно фруктовое, оно пахнет фруктами, но при этом оно полно с натуральным составом. Я пробовала его на кожу, ощущения такие очень интересные. Оно не стягивает, не сушит кожу, оно напитывает. Оно такое вот жирненькое, немножко вот более мягкое, чем обычное мыло. Состав у него просто великолепный. Вот, я добавила ассортимент манго, маракуйя, посмотрите, здесь даже косточки от маракуйи видны. Вот, и кокос. Но кокос, он не имеет такого ядрёного кокосового запаха, да, как вот эти химические мыла. Здесь вот видна стружка, если посмотреть за кокосовая стружка. Оно имеет нейтральный, приятный такой сливочно-кокосовый запах, но абсолютно не сильный, не ядрёный, что тоже очень приятно. Ещё одно мыло у нас тоже было в ассортименте. Мыло с каламтомаринда, отбеливающее, которое постоянно кипит проблемы, приводит с поставками. И я искала аналоги, Катюша, не трогай, пожалуйста. Но я всё-таки нашла мыло, которое можно заменить, и причём это мыло даже лучше. Это мыло, оно питает, влажняет кожу, тоже отбеливает, обновляет, регенерирует. И пахнет реально тамариндом. Да, уйдет, 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 у нас няня пыталась забрать. Катюш, понюхай. Чем пахнет? О, какая вкусня! Вкусно пахнет, да? Действительно пахнет фруктиками. Ребёнку сложно обмануть. Мы что видим-то и говорим, да? Папа, матча! Да, попробовать все Катя хочет. Подарили! Вот такие подарки мы будем дарить к 8 марта нашим милым женщинам. Катина любимые кремики, да? Кремики купили. Да, да, купили кремики. Вот, но кроме этого я сейчас добавляю очередные новинки, тоже очень интересные для женщин. Сейчас как раз работаем переводами, постараюсь сегодня-завтра выложить. Вот, но кроме этого я также в честь 8 марта сделаю дополнительные скидки на товары, которые особенно интересны женщинам. Акция продлится с 7 по 14 марта включительно, но с 7 по 9 марта вас ожидают особенно приятные условия. Вы сможете получить в два раза больше подарков, и также некоторые подарки, из тех, которых мы будем дарить, они с 7 по 9 марта, они не будут участвовать в сдаче подарков. Малко сила? Да, после 9 марта. Малко сила, пью, пью. Подробнее мы распишем более подробные условия акции, мы напишем в статье в блоге. С этим вы нашими новостями.